В основе точного земледелия должны быть точные данные. И чтобы их получить, нужно провести глубокое, комплексное, разностороннее обследование поля. У нас оно состоит из анализа спутниковой снимки, съемки, из которого мы получаем вот такую многолетнюю аналитику из зоны плодородия, продуктивности, анализа картографии, выездное обследование классическое, как его делают почвоведы, с элементами акрохимического обследования. И только на основе этих всех данных мы можем получить как карты задания, так и другие корректирующие действия по полю. Ну и, в общем-то, когда у нас уже есть это обследование, мы можем поделить лимитирующую урожайность фактора на несколько групп. Первая группа — это управляемые, то есть те, которыми мы можем управлять быстро, повлиять на них быстро. Это минеральное питание и, собственно, состояние почвы, переплотнение. Вот пример такого управления минеральным питанием, когда мы можем увидеть разницу на отзывчивость, на удобрение по зонам плодородия. То есть красные столбцы — это низкопродуктивная зона, в которую мы вносили тестово КАС, нормой от 180 до 320. А зеленые столбцы — это высокопродуктивная зона, куда мы такой же нормой вносили КАС. И мы видим колоссальную разницу в отзывчивости между этими зонами. Мы видим, что на 128 литров на гектар у нас красная зона худо-бедно реагирует. А вот дальше она реагирует, перестает. И нужно ли нам туда вносить удобрение, если у нас нет реакции. А зеленая зона нам продолжает приращивать урожай вплоть до 240 литров на гектар. И если бы мы остановились на 128, то мы бы потеряли там 15 центнеров с гектара. То есть это ярко иллюстрирует, что норму удобрения нужно управлять по зонам отдельно. Это такой же точный пример только на Кукурузе, в том же хозяйстве, хозяйстве в Саратовской области. И мы видим такую же тенденцию, что красная зона с определенного момента перестает давать отзывчивость. Второй фактор, которым мы можем управлять — это переуплотнение. По результатам обследования может быть получена вот такая карта переуплотнения, когда мы видим, какие поля у нас переуплотнены, в какой степени. Более того, мы можем это видеть в цифрах. То есть мы можем видеть глубину залегания бужной подошвы. И, соответственно, мы можем уже выстраивать свою стратегию по глубокую рыхлению. То есть на какую глубину нам нужно будет глубоко рыхлить, в привязке к конкретным полям. Следующие факторы, на которые мы можем повлиять, но не так быстро, то есть не в рамках одного сезона, — это кислотность, сильное глубокое переплотнение вымочки, салансоватость, микрорельеф. Соответственно, поговорим про них. Ну, сейчас очень многие начали подходить к вопросам раскисления полей. И к этим вопросам тоже можно подходить дифференцированно. То есть мы получили первый опыт внесения миллиаранта дифференцированно машинами старого в Липецкой области по картам задания. Если сделать вот такое детальное обследование поля, получить карту кислотности, раскислять, соответственно, можно тоже дифференцированно. Зная затраты на эту часть агротехнологии, мы понимаем, что если мы будем раскислять не все поле, а его часть, то мы очень можем серьезно сэкономить. Ну и последняя группа факторов — это факторы нерегулируемые, то есть факторы, на которые мы повлиять в рамках экономически обоснованных методов не можем, но мы можем их учесть и подстроить под них свою агротехнологию. Ну, это рельеф, гранулометрический состав и так далее. Ну, вот такие у нас зоны продуктивности, да, на конкретном примере. То есть мы видим, что в красной зоне у нас каменистость поверхности, в зеленой зоне у нас хорошая продуктивная порода. И тут, как ни крути, надо это учесть, опять-таки, при выстраивании своего агропроцесса. Просто очень разная почва. Это можно обследовать, можно выделить зоны этого плодородия, и работать по контуру этих зон конкретным границам. Ну и растения, собственно, попадая в разные условия, развиваются по-разному. То есть где условия более благоприятные, развиваются лучше, где хуже условия развиваются хуже. Ну, упрощенно, если сказать, то наш метод позволяет понять, как у нас распределяется влага по рельефу, а влага является главным лимитирующим фактором. И влага, накапливаясь в дизинках, там, создает более увлажненные участки, стекая по склонам, создает нам проблемы, эрадированные у нас земли там появляются. И при этом вот эти более увлажненные участки в влажных регионах, они будут более низкопродуктивными, а засушливы, более высокопродуктивными. Ну, и чуть-чуть в цифрах про это. То есть, если взять осторожное маркетинговое обещание от ДИФ несения, то мы можем обещать 3000 рублей на гектар прироста. То есть, рассчитывая на 12000 гектар, мы видим, что это 36 миллионов рублей в одном агросезоне. Эту таблицу я привел как пример конкретного хозяйства, с тем, чтобы проиллюстрировать, что 3000 рублей на гектар совершенно незавышенная цифра. Это три конкретных поля, на которых конкретно лежали тестовые участки, и конкретный результат приросте на гектар по этим трем полям. Мы видим, что здесь цифра гуляет от 3 до 6 тысяч. Я же в своем расчете привел цифру 3000 как усредненную и осторожную. Если мы добавим к этому еще 1250 рублей на ДИФ посеве, а ДИФ посев нам позволяет как минимум экономить на семенах, даже если не прирасти вырожайности в некоторых зонах, то мы прибавим к этому еще 15 миллионов рублей на 12000 гектар. Это некоторые решения по отработке селок. ДИФ посев, сейчас не буду в это углубляться. То есть, если у вас селка недоработана, то можно ее доработать, и она сможет уносить дифференцированность. Это прирост в зеленой зоне при прибавке семян и отсутствие потери вырожайности в красной при уменьшении семян в красную зону в конкретном агропредприятии в Тамбовской области. Следующее решение – трейтингование полей. То есть, подробно их обследовав, мы можем выделить поля получше, поля похуже и, соответственно, раздельно управлять селок оборотом. То есть, на полях с более высоким потенциалом мы можем применять более дорогие семена, больше минерального питания, мы можем применять более дорогие препараты. На полях с более низким потенциалом мы можем использовать менее рискованные селок обороты, применять культуры, в которых мы немного инвестируем, соответственно, немного можем потерять. Возможно. Вот так выглядит карта рейтинга полей одного из хозяйств Ульяновской области. Это хозяйство, которому мы в том числе обследовали поля перед покупкой и отбраковывали часть полей, рекомендовали их не брать. В общем-то, финансовый результат этого хозяйства показывает, что сделано это было качественно. А можно следующий слайд? Что-то у меня кликер не реагирует. Да, это там же мы просто увидели разницу в потенциале на конкретном поле. То есть у нас слева эрогированный склон, справа у нас хорошее качественное поле. Мы его рекомендовали размежевать на две части. И левую часть в хозяйстве садили магалеткой, вот засеяли. И правую часть пустили под хороший гибрид кукурузы. И еще на оптимизации почвы обработки мы оцениваем эффект в 7,5 тысяч рублей на гектар. Тоже достаточно осторожная цифра, но она может дать нам 90 миллионов на 12 тысячах гектар. Откуда она у нас берется? Значит, вот он эксперимент. В конкретном поле прошли с глубоко рыхлителем, разрыхлили на глубину плюс 40 одну полосу. И отдельно замирали урожай внутри полосы, отдельно замирали урожай за ее пределами. И мы видим и по NDVI в 15-16 году эту разницу. И по урожайности мы получили плюс 4 по подсолнечнику, плюс 5 по пшенице и плюс 3-6 по пшенице в третий год. То есть совокупно на момент расчета, это там 8-21 года, мне это дало 38 тысяч рублей за 3 года прироста на гектар. То есть это очень серьезные цифры, серьезно влияющие на экономику. Денис Валерьевич, минутка. Да, заканчиваю. Важность полевой аналитики хочу подчеркнуть. То есть нужно закладывать полевые эксперименты, закладывать их в привязке к зонам плодородия. И тогда мы будем зрячими в этих полевых экспериментах. Потому что попадая в непродуктивную зону опытом, мы можем обмануть сами себя. Ну и в общем-то это финальный слайд. Совокупно у нас получилось от 2 до 30 тысяч рублей. Мы можем от разных точных технологий получить в нашем агроприятии, в зависимости от того, что мы будем использовать. Спасибо, коллеги. Друзья, мы не первый раз приглашаем компанию Агроноут. И я смотрю, насколько она продвинулась за эти годы в своих исследованиях, в своих вариантах поддержки сельского хозяйства, дифференцированного подхода к разным участкам поля. Чтобы не забыть, послезавтра, тоже в 10 часов, но в другом зале 2.1, у нас будет конференция, посвященная точному земледелию, где наряду с компанией Агроноут будут представлены и другие компании, которые предоставляют услуги, но и будет опыт как крупных хозяйств, но в частности агрохолдинга степь, использования дронов и других спутников и навигации для оптимизации затрат, а также и небольшие хозяйства будут представлены со своим опытом. У кого будет возможность, я приглашаю, чтобы не забыть. Какие вопросы к Денису Валерьевичу? Николай Васильевич, в продолжение анонса немножко скажу, что там мы представим свое программное решение True Fields. Это как раз программа, которая будет уже помогать самостоятельно аграриям анализировать зоны плодородия, выводить более продуктивные, менее продуктивные, делать карты задания, то есть это решение в рамках масштабирования. То есть у нас сейчас 350 тысяч гектар под дефнесением, под агросопровождением собственным, но нам нужно масштабироваться, мы не очень большая неупания. И появится продукт, который позволит это делать с помощью партнеров и самостоятельно крупным агропредприятиям. Денис Валерьевич, есть вопрос такой интересный. Скажите, экономика себестоимость, да, это вечно короче, пространственная, абстрактная. Скажите, вообще реакцию всего товаропроизводителей на дифференцированное внесение на все эти ноу-хау, допустим, на сколько лет вы на рынке и на какое, допустим, количество гектар вы реализовали свою технологию? Ну, спасибо, да, за вопрос. Про гектары сказал уже, 350 тысяч гектар плюс у нас сейчас мы внедрили. По части реакции, действительно, это интересный процесс, да, она меняется. Мы, в общем-то, себя чувствуем не только внедренцем технологии, но и пропагандистом, да. То есть нам приходится менять мышление зачастую, люди сопротивляются всему новому, да. Но мы видим результаты, мы видим кейсы, мы видим практику конкретных агропредприятий. И на сегодня к этому начинают относиться совсем иначе, и люди приходят уже к нам сами, а не мы идем. Ну, а там все-таки средние, мелкие, крупные, кто все-таки вот к этой технологии? Ну, если говорить о нашей технологии, то в целом она предполагает довольно большой масштаб аналитики, да, и это достаточно затратная часть, вот, и это могут позволить себе не все агропредприятия. И мы раньше делали проекты от 5000 гектаров, в принципе, да. Но с внедрением TrueFields и с некоторым упрощением некоторых процедур мы сейчас работаем с предприятиями от 1000 гектаров, в принципе, это возможно. Вот там сейчас подойдите новый человек. Да, здравствуйте, я зовут Владимир Тарасов. Подскажите, пожалуйста, а источник снимков, вот, допустим, по индексу, и DVI, там, и так далее, что является? Мы собираем вообще все возможные снимки, которые можно собрать. То есть это Lansatz, Sentinel и другие источники, вот, есть открытые, есть полуоткрытые, вот, есть полузакрытые. Все, что можно достать с рынка, мы все забираем, и мы используем снимки с 85-го года. Это с того момента, как они пошли в мультиспектры, цветные. Вот, в принципе, они там 68-го года доступны, но черно-белые мы не используем, мы используем цветные. Ну, вот, все, что можно достать. И как у вас дела обстоят с новыми территориями? Ну, пока нормально. Ну, есть у вас данные архивы там? Да, 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 у нас и выключены архивы, есть, да и доступ еще, да. Есть коридоры, по которому мы все это забираем. Тогда ждите нас на вашем мультиспектуре. Пожалуйста, мы во втором проведении. Спасибо за субтитры Алексею Дубровскому! Спасибо за субтитры Алексею Дубровскому! Спасибо за субтитры Алексею Дубровскому! Спасибо за субтитры Алексею Дубровскому!